Я вам сегодня хочу показать несколько диско-альбомов, которых очень много в моей коллекции. Я люблю стиль диско, и в моей коллекции где-то около, возможно, 400 альбомов записанных в стиле диско. Вот этот альбом Гегейра, это название итало-диско-дуэта, он содержит весьма известный хит, который в 1984 году звучал, наверное, из каждой закусочной и на каждой танцоплощадке. Вама Салаплая. Интересно то, что данный хит исполнен на испанском языке, а дуэт итальянский. Этот дуэт основали Стефано Риги и Стефано Арота, два итальянца из Турина в 1981 году. И вот они исполнили песню, совершенно удивительная вещь, на испанском языке, два итальянца. И эта песня стала очень известной, попала в чарты, и, собственно говоря, под нее танцевала вся Европа в 1984 году. Игру и итало-дуэт стал весьма знаменитым. Альбом интересный, мне он лично очень нравится, и слушать его под хорошее настроение, да, ну просто замечательно. Поэтому, если вам такой альбом попадется в хорошем состоянии, я думаю, стоит его послушать. Он вам доставит удовольствие. Еще я хочу познакомить вас с двумя очень интересными, на мой взгляд, альбомами, они очень приятны, их приятно слушать. Это альбомы студийного проекта Rock Band. Rock Band – это группа, состоящая из одного человека и ее основателя. Ричарда Энтони Хьюсона. Оба эти альбома выпущены в 1985 году. Один из них называется Past, Present, Future. Вот он. И второй альбом называется Mystery. В принципе, эти альбомы похожи один на тот же стиль. Очень приятные мелодии, прекрасный, приятный вокал. Хьюсон, он инструменталист, оранжировщик и композитор. Вот он создал для себя такой вот интересный проект. В 1977 году я имею в виду группу Rock Band. И вот выпускал альбом. Вот альбом, два альбома у него получилось выпущены в 1985 году. С вокалом ему помогала его супруга Лиз. Надо сказать, что ребята явно решили, что не стоит упускать деньги из семьи. И все, что делаем, делаем своими руками. Мне эти оба альбома нравятся. Ничего не могу сказать. Сделаны профессионально, отлично, приятны для прослушивания. Если вы их еще не слушали, я могу обратить на них внимание. И я думаю, они доставят вам удовольствие. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин